Беседа 32. Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду сию возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущим в жизнь вечную. Иоанна 4, 13-14. Благодать Святого Духа в Писании называется иногда огнем, иногда водою. И это показывает, что такие наименования выражает не существо его, а только действие. Потому что дух, как существо невидимое и однородное, не состоит из различных сущностей. Так огнем называет его Иоанн, говоря, он будет крестить Духом Святым и Огнем. А водой именует Христос. И реки потекут из шрева воды живой. Все сказал о духе, которого имели принять верующие. Иоанна 7, 38. Так и беседая с женою, водой называет Духа, всякий, который пьет от воды, которую дам Я ему, не возжаждет вовеки. Называется же Дух огнем для значения теплоты благодати, которую он возбуждает, и истребления грехов. А водой для выражения чистоты и обновления сообщаемого от него душем, приемлющим его. И справедливо. Как некий сад, цветущий различными подоносными и вечно зеленеющими деревьями, он уготовляет ревностную душу, не допуская в ней ощущений ни печали, ни наветов сатаны, но легко угошая разжженные стрелы лукавого. Но заметь мудрость Христа, как он мало-помалу возводит жену. Он не сказал из самого начала, если бы ты знала, кто говорит с тобой, дай мне пить. Но когда впадал ей повод назвать его иудеем и вызвал, мол, прёк, тогда, отражая укоризну, сказал это. Сказал ещё, если бы ты знала, кто говорит тебе, дай мне пить, сама бы просила у него. И обещанием чего-то великого заставив вспомнить о праце, он таким образом даёт жене прозреть. Потом, когда она возразила, разве ты больше отца нашего Иакова? Он не сказал, да, я больше его, потому что это могло бы показаться и одним тщеславием, когда ещё не видно было на то доказательство. Но он приготовляет её к этому именно тем, что говорит. Он не просто говорит, я дам тебе воду, но сперва показывает недостаточность воды Иакова, а потом уже возвышает значение своей воды, желая их свойства самых даров показать расстояние и разность между лицами дарующими и своё превосходство перед Иаковым. Если ты удивляешься, как бы так говорил Христос Иакову, что он дал эту воду, то что скажешь, если я дам тебе ещё лучшую? Ты уже предварила меня исповеданием, что больше Иакова, когда возразила мне, неужели ты больше отца нашего Иакова, что обещаешь дать лучшую воду? А когда получишь эту воду, то уж вполне признаешь меня большим его. Видишь ли беспристрастное суждение жены, которое произносит суд о правоце и о Христе по делам их? Но не так поступали иудеи. Даже видя, что он бесов изгоняет, они не только не считали его выше правоца, но ещё называли беснующимся. А жена именно на том основает своё суждение, на чём хочет Христос, то есть на доказательстве из его дел, потому что и сам он на этом основывал приговор о себе, говоря, «Если не творю дело самое его, то не верьте мне, а если творю, то если не веруете мне, верьте делам моим». Иоанна 10, 37, 38. Иоанна 10, 38. И делает такое сравнение той и другой воды, не охуждая одну, а только показывая превосходство другой. Не говорит, что та вода ничтожна, ничего не значит и достойна презрения, а утверждает то, о чём свидетельствует, и самое существо той воды. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нём источником воды, текущим в жизнь вечную». О воде живой жена слышала ещё прежде его, но не понимала. А так как живой водой обыкновенно называют непрерывной текущей и бьющей ключом из неистекающих родников, то жена думала, что и здесь говорится об этой воде. «Поэтому ещё яснее представляя ей то, о чём говорит из сравнения, показывая превосходство одной воды перед другой, Христос приуса купил, а кто пьёт от воды, которую я дам ему, не возжаждет вовеки». Этими и равные последующими словами, как я говорю, он доказывает превосходство воды духовной, потому что вода чувственная, не имеет в себе ничего подобного. «Какие же последующие слова? Вода же, которую я дам ему, сделается в нём источником воды, текущим в жизнь вечную. Как имеющий внутри себя сокровенный источник, никогда не стал бы томиться жаждаю, так и имеющий эту воду». И жена тотчас уверовала, показав себя разумнее Никодима, и не только разумнее, но и мужественнее. Он, услышав много подобного, никого не призвал ко Христу, да и сам оставался в нерешимости. Она совершает дело апостольское, всем благовествует, призывая ко Иисусу, и целый город увлекает к Нему. Никодим, услышав слова Спасителя, сказал, «Как может это быть?» 3.9. Даже когда Христос показал ему ясный пример от ветра, и тогда Никодим не принял слова его. А жена не так. Сначала она недоумевает, но потом, принимая слово Христово без предубеждения, а как прямую истину, тотчас склоняется к вере. Как только сказал Христос, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную, жена тотчас и говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Стих 15, страница 207. Видишь ли, как она мало-помалу восходит на высоту догматов. Сначала она почитала Христа за Иудея, приступающего в свой закон, потом, когда она проверка это обвинение, потому что лицу, имеющему сообщить ей такое учение, не следовало оставаться в подозрении. Она, услышав о воде живой, подумала, что он говорит о чувственной воде. Далее, узнав, что слова его имеют духовный смысл, она верит, что эта вода может уничтожить чувство жажды, а только не знала, что это за вода. Еще недоумевалась, считая ее, конечно, выше воды чувственной, но не имея о ней ясного понятия. Наконец, прозрев точнее в этот предмет, однако еще не все уразумев, говорит, «Господи, дай мне эту воду, чтобы мне не жаждать и не приходить почерпать сюда». Стих 15. «Она уже предпочитает Христа Якову. Не буду, говорит, иметь нужды в этом источнике, если получу от тебя ту воду». Видишь, как она отдает ему преимущество перед прадцем. Вот душа благомыслящая. Она показала, какое высокое мнение имеет о Якове, но увидела высшего и уже не удерживается прежним мнением. Итак, это была жена нелегкомысленная, потому что не просто принимает слова. Да и как она это можно сказать, когда она с таким щанем испытывала их? Неупорная и неспорливая. Это она показала самой своей просьбой. «Некогда иудеям, — говорил Христос, — я из хлеб жизни, грядущий ко мне, не имеет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». 4.35. 6.35 и она. «Но они не только не верили, но и соблазнялись». Жена, напротив, не впадает в этот недуг. Она стоит и просит. Иудеям он говорил «Верующий в меня не будет жаждать никогда», а жене же говорит более чувственным образом «Кто пьет от воды сей, не будет жаждать вовеки». Обетование относилось к духовным предметам, а не к видимым. Поэтому возвышая ее ум обетованиями, останавливается еще на чувственных изображениях, потому что она не могла еще в точности постигать духовных предметов. Если бы он сказал «Уверуй в меня, и ты не ужаждешь», то она не поняла бы сказанного, еще не зная, кто беседует с ней, и о какой жажде говорит он. Почему же он не поступал так с иудеями? Потому что они уже видели много чудес, а жена его не видела ни одного знамения, и только в первый раз слышала такие слова. Поэтому-то он открывает ей силу через свое прозрение, впрочем, не тотчас, и обличает ее, и что говорит? «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ «У меня нет мужа». Иисус говорит ей «Правду ты сказала, что нет у тебя мужа». «Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему «Господи, вижу, что ты пророк». 16-19 стихи. Какой, однако, любомудрие в этой жене! С какой кротостью она принимает обличение! Почему же ей не принять, скажешь ты? Но скажи мне, не часто ли еще сильнее обличал он иудеев? Не одно ведь и то же открывать сокровенные мысли и обнаруживать тайные дела. Первое свойственное одному Богу, мысли никто не знает, кроме того, кто их имеет. А дела бывают известны всем соучастникам в них. На иудеи не переносили скротостью обличения. Когда Христос сказал «Что вы ищете убить меня?» Иоанна 7-19. «Они не только не удивлялись, подобно жене, но еще хулят его и злословят. Они имели доказательства и в других узнамениях. А жена только это одно услышала. Но они не только не удивились, а и поносили его, говоря «Беса имеешь! Кто же ищет убить тебя?» Она же не только не укоряет его, но удивляется, приходит в изумление и заключает, что он пророк. Хотя обличение жены было сильнее обличения их. Обличенный в ней грех был грех ее одной, а в них обличаемы были общие грехи. Но мы не так терзаемся обличением грехов общих, как наших частных. Притом иудеи думали, что сделают великое дело, если убьют Христа. А дело жены все признавали худым. Несмотря на все это, она не досадует, а изумляется и удивляется. Точно так же Христос сделал с Нафанаилом. Не вдруг показал свое прозрение. Не тотчас сказал «Видел тебя под смоковницей». Но тогда уже, когда тот спросил «Откуда ты знаешь меня?» Христос желал, чтобы и проречения его, и чудеса получали свое начало от тех, которые приходят к нему. И для того, чтобы таким образом более их сблизить с собою. И для того, чтобы самому избежать подозрения в тщеславии. Так он делает и здесь. Предупреждать жену обличением, что она не имеет мужа, это могло показаться тягостным и неуместным. Но сделать обличение, получив от ней самой к тому повод, это весьма уместно было и побуждало ее саму с большей кротостью выслушать обличение. Но какая скажешь ты последовательность в словах «Иди позори мужа твоего»? Речь была о даре благодати, превышающей человеческое естество. Жена настоятельно желала получить этот дар. Вот он и говорит «Иди и пригласи мужа твоего», как бы показывая этим, что и муж должен иметь участие в даре. Жена спеша получить и скрывая постыдные свои дела, при том же думая, что беседует с простым человеком, говорит «Не имея мужа». Услышав это, Христос уже благовременно теперь вводит в свою беседу обличение, с точностью высказывая то и другое. Он из всех прежних мужей перечисляет и обнаруживает того, которого она в то время скрывала. Что же жена? Не досадует, не бежит от него и не считает этого обстоятельства причиной к негодованию на него. Но еще более удивляется ему, еще более оказывает твердости. «Вижу, — говорит, — что ты пророк». Заметь ее благоразумие. И после того она не тотчас покоряется ему, но еще размышляет и удивляется. Слова ее «Вижу» значит «Мне кажется, что ты пророк». Но как только возымело о нем такое понятие, уже ни о чем житейском не спрашивает его. Ни о телесном здравии, ни об имении или богатстве, но тотчас о догматах. Что она говорит? «Отцы наши на этой горе поклонялись». А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Разумело Авраама и его детей. Здесь, как сказывает, он приносил жертву сына своего. 210. Видишь ли, как она стала возвышеннее в своих мыслях. Та, которая заботилась только об утолении жажды, уже вопрошает о догматах. Что же Христос? Не разрешает вопроса, не о том он и заботился, чтобы только отвечать на ее вопросы. Это завлекло бы слишком далеко. Но снова возводит жену еще на большую высоту. И однако не прежде ей об этом говорит, как уже исповедала она, что он пророк, чтобы она с большим убеждением выслушивала слова его, убедившись в том, что он пророк. Она уже не могла сомневаться в том, что он после мог ей сказать. Итак, усыдимся же и мы и будем краснеть. Жена, имевшая пять мужей, притом самарянка, показывает такое тщание относительно догматов. И ни время дня, ни то, что она пришла за другим делом, и ничто иное не отвлекает ее от желания познать их. Мы же не только не спрашиваем о догматах, но во всем поступаем без внимания. И как случится. Поэтому и все у нас в пренебрежении. Кто из вас, скажите мне, находясь дома, берет в руки христианскую книгу, вникает в ее содержание и испытует писание? Никто не может этого сказать о себе. Шашки, игральные кости можно найти у весьма многих. А книги ни у кого или у немногих. Да и те занимаются ими не более таких, которые вовсе их не имеют, связывая и навсегда отлагая их шкафы. Вся забота у них только о тонкости кожи, на которой писаны книги, о красоте письма, а не о чтении. Да и приобретают книги не для пользы, а для того, чтобы выхазать этим свое богатство и похвастать. До такой крайности доходит тщеславие. Я не слышу, чтобы кто-нибудь похвалился тем, что знает содержащиеся в книгах, а слышу, как хвалятся тем, что книги их написаны золотыми буквами. Скажи мне, какая от этого польза? Не для того, да, написание, чтобы мы имели его в книгах, но чтобы начертали его на сердцах наших. Заключать заповеди только в письменах? Такого рода стяжания их свойственны только иудейскому тщеславию. А нам и в начале дан закон не так, но на плотяных скрижалях сердца. 2 Коринфянам 3.3 Говорю это я не препятствую приобретать в книге. Напротив, хвалю это и даже прошу об этом. Желаю только, чтобы из книг слова и мысли переходили в нашу душу. И она, усвояя разум письмен, таким образом очищалась. Если дьявол не дерзает проникнуть в тот дом, где есть Евангелие, тем более души, усвоившие себе мысли, Писание не коснется и не нападет ни бес, ни грех. Итак, освяти твою душу. Освяти тело, имея всегда священное Писание и на устах, и в сердце. Если храмословие оскверняет нас и вызывает бесов, то очевидно, что духовное чтение освящает и привлекает благодать Духа. Писание – суть божественное песнопение. Станем же воспевать их в себе, и из них приготовим врачерство против недугов душевных. Если бы мы знали важность читаемого, то и слушали бы с большей ревностью. Это я всегда говорю и не перестану говорить. Не хранно ли, что бывающие на зрелищах пересказывают друг друга имена, возниц и плесунов, их происхождение, отчизни, роди занятий, тщательно также рассказывают о достоинстве и недостатках коней, а собирающиеся здесь не знают ничего, что здесь происходит, даже не знают и числа книг священных. Если ты гоняешься за тем для удовольствия, то я покажу тебе, что здесь удовольствия гораздо больше. Что приятнее, скажи мне, что удивительнее? Видит ли, как человек борется с человеком, или как человек сражается с дьяволом? Как плотское существо состязается с бесплотной силой и одолевает ее? Вот на эти-то борьбы надо бы насмотреть. Им и подражать похвально и полезно, и подражая, можно быть увенчанным. А не на те борьбы смотреть, которых соревнования наносят стык подражателю. На ту борьбу ты смотришь вместе с бесами, а на эту с ангелами и с самим Господом ангелов. Скажи мне, если бы тебе дозвольно было сидеть с владыками и царями, смотреть и вместе с ними наслаждаться зрелищем, не почел ли бы ты этого величайшей для себя честью? А здесь вместе с царем ангелов созерцая и видя, как дьявол схваченный за хребет, все усилия употребляет, чтобы одолеть, но нисколько не осиливать. Ты не спешишь на такое зрелище? Да как это сделать, скажешь ты? Имей в руках книгу священного писания. В ней ты увидишь и место борьбы, и длинноту бега, и нападение дьявола, и искусство праведника. Смотри на эту брань, и сам научишься бороться и освободишь себя от бесов. А то, что совершается на мирских представлениях, есть торжество бесов, а не зрелище подвигов человеческих. Если непозволительно входить в капище идольское, тем более ходить на праздник сатанинский. Говорить и наскучать вам об этом я не перестану, пока не увижу исправления. Говорить это мне не леностно, а вам же полезно, к филиппийцам 3.1. Не оскорбляйтесь моим увещанием. Если кому надо наскорбляться, то мне, часто говорящему и невидящему послушания, а не вам, всегда об этом слышащим и никогда не слушающимся. Но да не будет, чтобы вы постоянно были обвиняемы в этом. Да избавитесь от этого стыда и, удостоившись духовного зрелища, да сподобитесь будущей славы, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Ани.